Татьяна Летова. Защита и опора. Рассказ вошел в сборник стихов и прозы Военкор. Келька в томате рыхлили землю дождевые червяки. Еще с утра мальчик выкопал их у старой груши и заботливо спрятал в тени. Но домашние хлопоты не позволили ему сходить на рыбалку утром. Сегодня мать ушла ни свет ни заря на работу в поле, а дома осталась на Восяткином попечении сестра. Ты мне, Зинаида, слезы не лей. Ешь, что дают. Сейчас всем тяжело. Война, Зинка. Ну-ка, не плачь, строго сказал Восятка. Ты, наверное, рыбки хочешь. Вот если бы ты, Зинаида, посидела одна дома, я наловила бы красноперочек на уху. Сидишь тут, слезы льешь. Мне возись с тобой. Трехлетняя Зина одной ручонкой размазывала слезы по лицу, а другой держала маленький сухарик. Она и не догадывалась о том, что брат хотел сходить на рыбалку. Ей рыбка-то не нужна была, а нужна мамочка, которую девочка увидит только вечером. Мама придет уставшая, с грустными глазами, но такая родная. Девочке нужны мамины руки. Ой, колюси, говорила Зинка, когда мама поглаживала ее по щеке. Да, доченька, колючие ручки у мамы. Ничего. Пройдет эта война проклятая, и снова ручки станут прежними. Потом мама тихо плакала. А Восятка все это видел. Видел, как мама делила кусочек хлеба, предназначенный для нее. Свой ужин она редко ела, оставляла сыну и дочке. В пять Васяткиных лет мальчишеча глава была занята серьезными мыслями. Он, Василий, теперь опора семьи и защита. Незадолго до войны их семья перебралась из города в деревню на постоянное место жительства. Маловато мне простору в городе, частенько говорил отец, потирая руки. Уж здесь я силушку свою покажу. Заживем, родные. Но зажить, как мечтал отец, не получилось. Началась страшная, пугающая до мозга костей время война. Уходя на фронт, отец наказывал сыну беречь мать и сестру. Он теперь в семье будет главной, пока отец не вернется с войны. Так сказал папа, и Восятка выполнял папин наказ. Он мог и по дому маме помочь, и сестренка посидеть, пока мама на работу уходила. — Ладно, не плачь, Зинка, — успокаивал брат сестру, поднимая ее с пола и сажая в кроватку. — Когда заснешь, так и быть, избегаю в полдень за красноперкой. Может, еще что попадется. Мать придет уставшая, голодная, а я ей в ведро рыбы. На, скажу, мам, чисти жарь. Вот она обрадуется, да, Зинаида? — схлипывая девочка продолжала слюнявить сухарик. Шустрые восяткины ноги прыгнули с пыльно-жесткой дороги в высушенную жарким солнцем траву, а потом окунулись в пестрый ковер из незатейливых полевых цветов. Он шел уверенно и сосредоточенно к маленькой речушке. Щедрая речка не скупилась, угощала всех желающих рыбкой, пусть мелковатой, но очень уж вкусной. Да разве можно в такое время выбирать и сетовать на размер рыбки? Сейчас будешь рад каждому съедобному корешку, грибу и ягоде, всему, что можно съесть и чем прокормить своих родных. Долго засиживаться у речки рыбаку нельзя было. Ничего, думал он, после войны насижусь еще с удочкой, сколько души захочется. Вместе с отцом ловить будем. А пока Зинка спит, надо успеть домой вернуться. В ведре на донышке плескалась речная вода, а в ней перекатывались сбоку-набок четыре крошечных рыбки с красными плавниками и один полосатый колючка-окунек. Гордый и довольный собой Васятка торопился домой. Он бежал по узкой дорожке, вдоль которой густо росли березки и кустарники, опутанные желтыми длинными сорняками. И вдруг, неподалеку, раздался треск сучьев. Васятка испугался и насторожился. Он остановился, оглядываясь по сторонам. Но увидев того, кто нарушил покой, от неожиданности мальчик чуть не уронил ведро. «М-м-м-м», промычал виновник Васяткиных страхов. Помня о своем драгоценном улове, мальчик аккуратно поставил ведро и, расставив руки в стороны, пошел навстречу теленку. «Милая моя, коровочка, маленькая такая!» Теленок стал громко мычать. «Голодненькая моя, сейчас, сейчас, я тебя покормлю!» Он кинулся рвать траву, которая никак не поддавалась. Вырвав сухую траву с корнем, Васятка протянула ее теленку. «На, моя хорошая, поешь!» «М-м-м-м-м», завел в свою песню теленок. Он, как и Зинка, наверное, тоже хотел к своей маме. «Не хочешь, маленькая моя, пойдем со мной?» «У нас нет коровы. Один кот, Джорик, толку от него никакого. А я приведу тебя к нам домой. Будет у нас и молоко, и рыба. Видишь, вон ведро стоит, там рыбка на ужин. Мама и Зинка голодные. Вот меня папа похвалит, когда я ему на фронт напишу. Ой, я же еще писать-то не умею. Мама напишет, а я нарисую тебя!» Васятка волновался так, что его ручки затряслись, а на глаза навернулись слезы. «Пожалуйста, пойдем!» Он вытащил из брюк длинный кусок шпагата, который служил ремнем, и бережно повязал шпагат на шее у теленка. Взяв ведро с уловом, мальчик быстро зашагал домой. Ему даже показалось, что он немного вырос за это время. То ли дело, рыба в ведре и корова на привязи. Теперь бы только маму дождаться, чтобы обрадовать. Когда мама вернулась с работы, Васятка вместе с Зиной сидели на лавочке во дворе. У яблони лежал теленок, привязанный к стволу дерева. Дети бросились обнимать маму. «Мам, я тут на рыбалке был, аж пять штук поймал! Почистить только надо!» Стараясь говорить деловито, произнес Васятка. Но внутреннее счастье просто взорвало его изнутри. Он не выдержал и закричал. «Мамочка, я корову домой привел! Теперь мы не будем голодать! Зинка, слышишь, ты только не лопни от молока! Теперь-то у нас его будет, ну просто завались!» Тот, от кого ждали больших удоев, лежал молча, прижевывая траву. «Васенька, сынок, а где ты взял теленка?» «Эту корову я нашел! Она с нами жить захотела! Знаешь, как плакала? Точно просилась к нам! Мама, ты разве не рада?» Вздохнув, мама присела на лавочку, посадила сына на руки, уткнувшись носом в пахнущие полевыми цветами Васяткины волосы, тихонько заплакала. Выросший в городе ребенок еще не привык к жизни в деревне. «Не плачь, мам!» «Какой ты у меня взрослый, сынок!» «Папа будет тобой гордиться!» «А теленочка, надо вернуть его маме!» «Он еще маленький!» «А как же молоко? Он разве не коровка и не будет давать молоко?» «Нет, Васенька, он мальчик!» «Такой же маленький, как и ты!» «Но такой же храбрый!» «Видишь, он нас не боится совсем!» «Пойду-ка я поищу его маму!» На прощание Васятка обнял теленка, как старого друга. Зиночка заплакала. «Не плачь, Зинаида! Он еще придет к нам в гости!» уверенно сказал мальчик. Мама увела теленка. Прошло совсем немного времени, и, вернувшись домой, мама с улыбкой поставила на стол маленькую баночку молока. «Как? Он все-таки дал молоко?» «Жаль, Зинка уже уснула!» «Нет, Васенька, эту баночку и большое спасибо тебе передала его мама. Я ее нашла. Она живет у тети Оли. Выпив немного молока, Васятка лег спать. Ему приснились речка, рыбалка, теленок и папа. Он улыбался и долго гладил сына по голове. С вами была Анна Куркова.